В Красногорске состоялось торжественное вручение губернаторской премии «НашПодмосковье-2017». В этом году событие юбилей, оно прошло в пятый раз. Из почти 19,5 тысяч заявок жюри выбрало 1818 лауреатов, а городской округ Люберсов, в свою очередь, выбился в лидеры по количеству поданных заявок среди муниципалитетов Подмосковья. Это дело всей моей жизни. И я очень рад, что люди оценили это, и что это нужно людям. Каково это? Быть лучшим, быть выбранным из тысяч, заслужить признание и вознаграждение за свою бескорыстную деятельность. На пятой юбилейной премии «НашПодмосковье» эти чувства испытали 1818 добродетелей региона. Каждый год в этом зале мы собираемся с очень добрыми, неравнодушными, очень важными в нашей жизни людьми. Это коллективы, отдельные граждане нашей страны, которые, несмотря на огромную занятость, несмотря на то, что наш дикий и подвижный мир требует огромной концентрации, вы находите большое количество времени для добрых дел. Спасибо всем за ваши добрые дела. С каждым годом количество вовлеченных в премию людей растет, а это значит, что растет и количество неравнодушных жителей Подмосковья. В этом году проекты подавались не по тематике, как раньше, а попадали в одну из четырех категорий по количеству задействованных людей в проекте. В самой популярной категории инициатива победила жительница Талдама, которая помогает детям-инвалидам. Премию губернатора присуждают за реализуемые или уже реализованные проекты. В этом году жюри предстояло оценить почти 19,5 тысяч работ. В них вовлечено 75 тысяч жителей Подмосковья. Первый юбилей премии стал знаковым и для люберец. В этом году городской округ стал лидером по количеству зарегистрированных пользователей на сайте Наши Подмосковья. И что особенно важно, мы первые и в количестве поданных проектов. На этот раз от люберчан поступило почти две тысячи работ. 66 проектов от жителей Люберец в этом году стали лауреатами. Премию второй степени получила Елена Барбышева. Проект «Мы все из одной глины» позволил людям с аутизмом развиться. Вместе с артистами они выступают в театральных благотворительных постановках. Цель проекта – это адаптация людей, испытывающих состояние аутизма, их социализация, а также поддержка родителей, их семей аутистов. Премия «Подмосковья» нам дала огромный стимул, общественное признание. Мы смогли реализовать мечту наших ребят-аутистов. Они мечтали участвовать в рок-фестивале. В этом году нововведения коснулись и самой главной награды. Победителей выбирали не только решением жюри, но и на сайте – народным голосованием. Таким образом, обладателем специального приза в самой объемной категории – сообщество. Когда в проекте задействовано от ста человек, стало Томилинское знамя победы. Я хочу сейчас поблагодарить каждую томилинскую семью. Здесь десятки пар глаз наших томилинских. Спасибо вам каждому, потому что в этом знамени частичка каждой Томилинской семье. Наши самые уважаемые жители, дети войны, наши бабушки. Сегодня я говорю вам точно. Если бы 1100 наших дедов-героев сегодня были рядом с нами, то каждый из них сказал, что не страшно пойти на любой бой ради того, чтобы собрались потомки. И каждый в душе сказал – дед, я тебя помню. Своих земляков и обладателей наград на мероприятии поддерживали представители различных люберецких объединений и организаций, а также лично глава Владимир Ружицкий. Премия губернатора. Мы, по сути, первые в Московской области. У нас участников более 5700 человек. Мы подали на конкурс по памяти 1978 заявок. И я искренне пожелал бы, чтобы наши жители и в дальнейшем, и в перспективе принимали активное участие в подобных мероприятиях, потому что это кроме удовлетворения морального, кроме такого поиска каких-то идей и работы над этими идеями, это дает еще и материальное вознаграждение. За 5 лет на рассмотрение жюри поступили уже порядка 100 тысяч проектов, за которыми стоят столько же социально значимых добрых дел жителей региона. Анна Троян, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.